Знаете, тем людям, которые заходятся от восторга от того, что Россия отвернулась от Запада и повернулась лицом к Востоку, я бы хотел сказать, что хорошего тут особо-то ничего нет, по той простой причине, что мы тем самым отворачиваемся от будущего и поворачиваемся лицом к прошлому. Конечно, это забавно, когда слабенькие и глупенькие объединяются в одну команду, но лучше все-таки дружить с миллионерами и лучше все-таки смотреть хорошие фильмы, а не индийское кино. И лучше все-таки стремиться в Европу, а не стремиться в Азию, потому что Европа и Азия, они в последние несколько сот лет для России были словами знаковыми, словами ориентации. Если мы ориентировались на Европу, то мы ориентировались правильно, мы ориентировались в будущее, мы ориентировались на цивилизацию. Россия европейская страна и недаром здесь говорили по-французски, я имею в виду знать, и носили европейские комзовые. Что же касается азиатчины, то слово азиатчина у нас всегда было ругательным, я вот так сказал, и правильно было. А теперь по поводу Китая. У Китая, как известно, нет друзей. В Китае едят все. Улиток, червей, гусей сожрут и Россию, если им это будет выгодно и если будет это возможно. Если на Западе можно апеллировать каким-то цивилизационным ценностям и цивилизационным понятиям, то со странами догоняющего развития этот номер проходит гораздо хуже. Спасибо.